Звездного времени суток вам граждане! Добро пожаловать на наш 90 выпуск! Сегодня мы поделимся информацией о доработке аркорпа, новом звуке в корабле, новых мотоциклах и о последствиях публикации Forbes о разработке игры. Поэтому, чтобы не пропустить наше видео, лайкайте, подписывайтесь и жмите колокольчик. Напоминаем, спонсором нашего канала выступает магазин Майта, ссылка в описании. Начнем наш выпуск с инсайда от разработчиков. Подземные комплексы проходят модификацию освещения. До сих пор оно было базовым, а теперь добавили вариативность как освещения, так и частиц. Продолжается доработка аркорпа. Улучшению подвергся внешний вид зданий, им придан больший объем. Теперь меньше плоскостей и больше параллакса. Также добавлено больше зданий в новом стиле. Мета-классика, в которой просматривается прошлая аркорпа. Стало меньше зданий красного цвета и добавлено больше зданий нетипичной формы. Гротексные, непропорциональные и в форме пончика. Проработка звука. Звук внутри корабля также претерпел ряд изменений. Расчет проработки звука, шум двигателей корпуса вибрации. Теперь производится с учетом скорости корабля, уровня нагрева компонентов, углов тангажа и других мелочей. Рейнджер. В погоне за ощущением поверхности под колесами байка был создан очередной концепт архаичного транспорта Thumbryl. Концепт оказался настолько небольшим по размерам, что разработчикам пришлось разместить компоненты между ног райдера. Буквально, реактор находится между ваших ног. При разработке они хотели создать транспорт, который влезет буквально в любой корабль и в результате анонсировали этот многоцелевой оффроуд байк. Линейка представлена в трех различных комплектациях. Туристической, спортивной и боевой. На туристический мотоцикл можно погрузить до трех ящиков ручной клади, то есть 1.2 СЦУ. Боевая оснащена курсовым вооружением, а гоночная позволяет разбить большую скорость и способна проехать дальше, чем остальные. Разработчики с замиранием сердца ждут ввода байков в постоянную вселенную и начала формирования байкерских банд в сообществе. Кстати о бандах. CG добавили еще один архетип организаций. Теперь помимо существующих организаций, корпораций, частных военных компаний, веры и синдикатов вы можете создать клуб. Например, настоящий байкерский клуб или клуб любителей садоводства. Теперь немного из лайв. В студии построен макет барной стойки, являющийся аналогом функциональной барной стойки в постоянной вселенной. Это сделано для лучшего понимания проработки движения NPC-бармена. В выпуске также был продемонстрирован процесс создания анимации персонажей от захвата движений актеров и приведения движений к приемлемому виду до переноса движений в постоянную вселенную. Теперь снова вернемся к мотоциклам. Неважно, состоите ли вы в клубе или выбрали роль волка-одиночки. Путешественник, демон скорости или боец, вы без сомнения разделите неповторимый дух нового рейнджера. Когда бы и где бы вы не катались на тамбриле, вы семья. Вы истинный мятежник. Чтобы бросить вызов дорогам намадов, Ranger CV оснащен увеличенным баком для самых длительных рейдов и подвесами для груза 1.2 ССУ, которые удовлетворят запросам намадов и курьеров. Аэродинамический обтекатель, охлаждение тормозной системы и молниеносность рейнджера ARC, а также улучшенная тяга станут весомыми преимуществами гоночной версии. Будьте готовы ко всему с двумя слотами подвооружения S1 на Ranger TR с усиленной рамой и адаптированным протектором колес, способным подстроиться под любую поверхность. Почувствуй дорогу. Встроенная самобалансирующая технология сохраняет оптимальное положение байка в повороте. Точность поворотов и минимальный тормозной путь обеспечиваются инновационными системами, которые, работая в комплексе с четким сцеплением, дают уверенность на молниеносных скоростях. С системой адаптивного вождения X-TEC вы получаете автоматическую адаптацию к дорожным условиям, при которых профиль протекторов и подвеска изменяются в зависимости от поверхности. Разработанный для скорости и защиты аэродинамический нос был настроен так, чтобы отсекать ветер, мусор и летящие пули. В стиле мятежника. Неповторимый дух свободы бежит по вашим венам. Вы чувствуете его в полубое, пока мимо вас проносятся пули, подстегивая вашу храбрость. Вы чувствуете его, проходя последний круг эпичнейшей гонки. Вы чувствуете его, пока гоняетесь на перегонки с ветром, а цивилизация остается далеко в зеркале заднего вида. Почувствуйте дух мятежника с проверенной в дороге экипировкой. Функциональной, стильной и грозной. И если вы решили приобрести байк, стоит учесть следующее. В продаже три вида. Туристический Тамбрил Рейнджер CV и спортивный Тамбрил Рейнджер RC по 30 долларов и боевой Тамбрил Рейнджер TR за 35. Покупая мотоциклы за наличку, вы получаете пожизненную страховку. Также эти мотоциклы можно приобрести за 100 кредиты, но на 5 долларов дороже и со страховкой на 6 месяцев. И если вам нравятся все три мотоцикла, можно сразу купить их в одном пакете за 85 долларов или за 100 100 кредитов. Ну а если вы решили взять всю существующую на сегодня технику Тамбрил, то для вас пакет за 450 долларов или за 500 100 кредитов. К мотоциклам и пакетам, купленные за наличные, в комплекте также идут куртки. Эта неделя была достаточно интересной. Forbes опубликовал относительно толерантную статью о Крисе Робертсе, а русскоязычные блогеры и журналисты поймали волну хайпа и понесли в массы бесплатную рекламу проектов Star Citizen и эскадрилья 42. Как показывает статистика, реклама сработала. В этот раз циги за сутки заработали четверть миллионов долларов, а на следующий день заработали еще столько же. Именно так и работает вирусный маркетинг от Forbes. Если вы планируете покорять бездорожье на новых мотоциклах с нашей бандой, присоединяйтесь к нам. Не важно какой у вас байк. Главное, горячее желание ощутить свободу безограничных просторов планет и спутников. Также регистрируйтесь по реферальному коду, размещенному под видео и получаете 5000 внутриигровой валюты. На сегодня все. Спасибо, что были с нами.